Рогачёвская районная организация Белорусского фонда мира начинает с провоздачную кампанию на Гомешине, а тому и увага до конференции особливая. Увагу ли фонд мира уже не первый год вызначается своей активностью. Для простого перелешения проводимых акций спотребится не одна другованная сторонка. Дарогами спаленных вёсок, маёй краине, славим человека працы, дети миру. А еще уроки можности, марши миру и акция «Солдатская каша», якая отрымала особливое распаусюджывание у Рогачёвским районе. Тут же, что год, проходит и дитяши лагер дружбы «Крынишка». У гэтом ходе ён отбылся уже 25-й раз. Сустреца с давними сябрами из Настя Новых приехали подлетки с Гомельшины, Санкт-Петербурга, Курска, Московской и Житомирской областей. Подчас провоздачной конференции дейны с гэтага лагера означали особлива, темболь, что дитяши дипломаты сё лето плануются надать особливую увагу. В преддвериях Международного дня мира, 21 сентября мы будем праздновать, в этом году он у нас пройдёт под девизом «Вместе во имя мира». Ну, а акцент особенный мы сделаем именно на детском миротворчестве. Как раз в этот день будет презентация книги «Дети за мир», авторами которой стали школьники всех школ Республики Беларусь. Серёд приоритетных задач Фонду Миру – пропаганда и реализация идей патриотизма и оказание допомоги потерпелым у вынеку военных конфликтов и стихийных бедствов. Гэта хоть и громадская организация, але потенциялую я зусім немалы. Инак ж кажуть, нельга. Падчас акты уных информационных войн неабходны не просто зберахчы мир, але и зробіць гэта пры непосредным у дзеле ЖХРУ краины. Участие каждого гражданина является делом чести каждого гражданина. Тем более, если говорить о том, что мы пострадавшая страна в годы Великой Отечественной войны, для нас мир – это не просто слово. Оно наполнено глубоким смыслом, значимостью. Поэтому это, конечно, долг каждого гражданина – поучаствовать максимально в меру своих возможностей, естественно. Олег Сюров, Ольга Коновалова, Валерия Гапанько, телерадиокомпания «Гумель» з Рыгачевского района.